Приветствую вас сердечно, дорогой Игорь Николаевич. Хотел у вас спросить, что вы думаете о роли личности в истории? И второе хотел спросить. Вы говорите, как мировой разум влияет на течение процессов. И что вы под этим понимаете? Мировой разум. Потому что некоторые люди понимают, что там сидит такой большущий человек, который своей волей управляет. Или это законы природы, или что это, мировой разум? Мировой разум. Во-первых, что это такое? Мы на этот вопрос никто ответить не может. Это у человечества далеко в будущем. Мы пока просто знаем факты, что он существует. Значит, то, что мировой разум существует, я всегда повторяю одну вещь. У меня в книжке доказана общая теорема, что вне разума этот мир создан быть не может. Его создал разум. А раз мир создал разум, значит, он существует. А вот как он выглядит, значит, в исламе этот факт просто запрещено обсуждать. И, по-моему, это самая правильная позиция в этом смысле. Что это такое, и как, и что. Это человечество к этому должно прийти в результате всего времени своего развития. А поэтому мы должны, я все время повторяю один факт, познать законы разума и жить в соответствии с этими законами. Тогда будет минимальное количество крови. Развитие происходит, два основных этапа есть. Это власть царя земного и иудаистический этап развития. И второй этап, к которому мы сейчас переходим, это период развития разума, когда миром правит царь небесный. К этому мы переходим. Значит, на первом этапе развития, когда правят деньги в мире, тогда история развивается благодаря дракам различных скотов, которые назывались царями, императорами, еще там как угодно, их цель всегда была в одном. Подтащить под себя побольше, хапать побольше, а на всех остальных наплевать. И это было оправданно, потому что больше всех под себя в тот период подтащила Англия. Она в весьма значительной степени для того, чтобы богатые лучше жили, наука сделала для этого очень много. Ну вот пришел 20 век. Переломным моментом, когда наука стала управлять уже истинный разум, а не всякие подонки, которые на себя надевают массу орденов, массу иполет и так далее. Это явилось создание атомной бомбы. У меня в книжке приведен такой замечательный эпизод. Все думают, что во Второй мировой войне главную роль сыграли Сталин, Черчилль, Рузвельт, Гитлер и так далее. Оказывается, это сущая ерунда. С этого момента уже миром стала править наука. И на самом деле произошло все таким образом. Для того, чтобы Гитлер не выиграл войну, то был весьма нетривиальный составлен план. Был великий физик Энрико Ферми. Он итальянец, жил в Италии. И очень много он в физике сделал в 30-е годы. Но женат он был на еврейке. Когда Муссолини пришел к власти, то евреев начали давить. И Ферми был вынужден сбежать в Соединенные Штаты с Лаурой своей. И вот этот момент оказался решающим с точки зрения исхода Второй мировой войны. А именно таким образом нужно было создавать первый реактор для наработки Плутония. Потому что поняли, что Плутония был, по-моему, в 41-м году открыт. И люди поняли, что из него тоже можно бомбу сделать. Пошло развитие по двум направлениям. Во-первых, выделение урана-235. И во-вторых, создание Плутония. Вот первая бомба, которая была взорвана в Штатах, она была как раз сделана из Плутония. И здесь произошли такие события. В Ферми было два ведущих ученых. В Ферми в Штатах в этом направлении тогда работала в Германии Гайзенберг. Но Гайзенберг ошибся и решил, что на граффити сделать ядерный реактор не удастся. Поэтому Германия стала обогащать, получать тяжелую воду, которая использовалась в первых реакторах. Ну и до сегодняшнего времени используется в реакторах типа Кандю. Это в Канаде такие реакторы. Союзники этот факт тоже поняли. Немцы, чтобы это сделать, стали эти заводы строить в Норвегии. Союзники с этим разобрались. Здесь постоянно эти заводы бомбили. И в результате Гайзенберг сделать бомбу в Германии не смог. То есть он ошибся, что можно сделать из граффита. А Ферми начал делать из граффита. И в результате в 1945 году американцы сделали бомбу, которую взорвали в Хиросиме и тем самым прекратили всякую войну. А вот если бы Гайзенберг не ошибся и сделал бомбу у Гитлера, Вернер фон Браун к тому времени сделал уже ракеты. И если бы эти ракеты у них снаряжались ядерной бомбой, то Гитлер бы очень быстро выгнал войну. Он бы уничтожил Англию. В Советском Союзе тоже бы нанес непоправимый ущерб. И стал бы полновластным хозяином сначала Европы, Азии, а потом и Штаты бы задавил. Естественно, поскольку Штаты в одиночестве не смогли бы в западном полушарии существовать. Но из-за того, что он этого сделать не смог, а бомбу сделали американцы, то Вторую мировую войну выиграли союзники. Это Сталин, Черчилль и Рузвельт. Но истинная причина все-таки заключалась именно в этом. В том, что Ферми в результате женитьбы на еврейке был вынужден уехать в Соединенные Штаты. И тем самым Гитлер не смог по этой причине сделать ядерную бомбу. И начиная с этого момента, в реальной жизни, в реальной истории роль политиков является совершенно дурацкой. Ну, никакой. А полностью за развитие мира теперь отвечает наука. Этот процесс пока идет очень тяжело, именно в форме энергии новой. Потому что это все определяет. И когда люди поймут, что надо смотреть не то, что болтают тупые политики по телевидению и на своих совещаниях, а чем занимается современная наука, и именно там надо организовать процесс наиболее продуктивно, чтобы там не было тоже таких же болванов, которые сегодня сидят в академии. Наука... Первое, кто должен избавиться от элитарности, это наука должна сделать. Тогда развитие пойдет гораздо быстрее и гораздо менее болезненно. То есть, вот Вторая мировая война и конкретно Ферми и Гайзенберг, они положили новой схеме развития человечества и его разума. То есть, зависит от того, какие будут научные достижения происходить, да? Да. Главное, без всякой предвзятости и без всякого давления политического должно выбираться направление развития. Вот сегодня, например, наш Росатом занимается реакторами-размножителями, так называемыми, реакторами на быстрых нейтронах. Это абсолютная глупость. Этим занимаются уже начиная там с 50-х годов. И их никогда не будет, потому что это абсолютная глупость. И здесь вот как раз политический фактор пока доминирует. И поэтому мир развивается вот таким тяжелым способом. с помощью путем этих дурацких войн, которые ведутся по всем мире, то там, то здесь, то там. Вместо того, чтобы выбрать однозначно правильную энергетическую программу и развиваться под влиянием только науки, а не идиотов-политиков. наверху не может быть сегодня ни одного грамотного человека. А в результате энергия будет все дешеветь и дешеветь, да? Сегодня она только дорожает, потому что ее развитие идет по неправильному пути. Вон Европа уже стонет от постоянного роста. И долго это не будет. Начнутся ситуации политические ухудшаться, пока люди не вылезут на улицы, и тогда кровь будет течь рекой. И это есть следствие того, что миром пытается управлять до сих пор абсолютно безграмотная верхушка. Ее не должно быть, она никому не нужна, потому что кроме глупостей она ничего не делает. Потому что я пошучу, они в физике не разбираются, да, вот поэтому... Понятно, они в науке вообще и в физике не разбираются, а в социальных науках тем более. Они же говорят, что частную собственность священна. Откуда они это вытащили? Из своей задницы или из носа? Да. Откуда эта фраза? Все же очень просто на самом деле. Игорь Николаевич, ну если никто нами, как говорится, управлять не будет, как же мы вот люди, которые сами не разбираемся, как собой управлять, как мы можем управлять коллективами и так далее, то как это самоорганизация будет? Тот, кто вы вот в своей области разбираетесь, я в своей, вы в медицине, я к вам не полезу никогда, я просто приду к вам лечиться, я разбираюсь в энергетике и вы ко мне не полезете, я создам коллектив, который будет энергетикой заниматься, вы создадите лечебный коллектив, не должен человек во всем разбираться, каждый специалист должен работать в той области, где он лучше всего разбирается и понимает. Да, своим делом заниматься, если бы... Естественно, и больше ничем. Одна тетенька на докладе говорила, если бы Адорф Гитлер, будучи адиком еще маленьким, он любил рисовать, если бы он бы рисовал, то никогда бы войны не было бы. Что вот у каждого человека свои способности... Да нет, тогда еще наука не заняла лидирующую позицию, поэтому разум предусмотрел именно такой вариант, об этом даже никто не думал, кто определил исход Второй мировой войны, а мировой разум это предусмотрел. Он Ферми женил на еврейке, и это оказалось самым важным фактом с точки зрения исхода Второй мировой войны. А Ферми сам кем был? Кто Ферми? Это величайший физик. Это я знаю, но он женился на еврейке, а он кто был по национальности? Витальянец. Витальянец, ну да, но вероисповедание какое у него было? Ну, вероисповедание? Ну, наверное, я просто не знаю, может, он атеистом был, я просто не знаю, но раз в Италии жил, скорее всего, христианином, там же папа римский даже живет в Риме, в Ватикане. Католик, да. Ну, я не знаю, кто, это не играет никакой роли. С точки зрения истории мирового развития, важнейшим просто фактом является то обстоятельство, что он женился на еврейке, и тем самым был предопределенный исход Второй мировой войны. Вот важнейший фактор. А то, что там политики делали, это все уже вторично. Они просто работали в рамках той программы, которая была заложена мировым разумом. Победить... ...нами управляют, разве не откажутся от управления? Кто? Элиты. Так ее перестреляют. Кому она нужна? Как только ситуация станет тяжелой, ее все на куски порвут. Кому она нужна? А люди поймут, осознают... Был у нас самым великим политиком в 90-е годы Чубайс. Он вам очень нужен сейчас? Я понимаю, но люди... Самосознание хватит у людей, чтобы понять... как только свет выключат, сразу все поймут. Через пять минут. Как свет в Питер не завезли в 17-м году, люди сразу все поняли, пошли царю и всем его приближенным под зад ногой дали. А потом Керенский в бабьей юбке сбежал. Это из-за света революция была, да? Из-за света была Октябрьская революция в результате. Я говорю, хлеб не завезли. Хлеб не завезли, хлеб. Сейчас свет отключат. Да, да. Ну, интересное дело, очень интересно. Я даже себе представить пока не могу. В Европе уже начали веерное отключение в разных местах. Ну, как люди свяжут отключение света вот с этой идеей, что это все связано с тем. Никак не свяжут. Они просто пойдут громить тех, у которых много света. Тем самым ликвидируют институт собственности и богатых и начальников. Потому что начальники и богатые будут у себя все это держать. А люди, у которых этого не дуют, пойдут башки им резать. Как обычно. Ну, Ленин тогда был прав, когда говорил, что советская власть плюс электрификация всей страны. Ну, конечно. Он был абсолютно прав, потому что в будущем основной энергии будет именно электричество. Я вот сейчас эту статью всем разослал. Да, вот интересно, интересно. Расскажите, пожалуйста, Игорь Николаевич. Ну, вот, я пробиваю постоянно эту безальтернативную энергетику и требую, и всех прошу людей, что было проведено официальная экспертиза, от которой Росатом шарахается и Академия наук, потому что я им всем там глотки на пятой минуте заткнул, если меня посадят за один стол с ними. Они поэтому бегают, поэтому я прошу всех людей писать как можно больше писем наверх и требовать, поскольку с энергетикой становится все хуже и хуже, надо требовать официальной экспертизы. Тем более, что поддерживали уже все меня, Жириновский массу провел совещаний, Миронов массу совещаний, Курчатовский институт на запрос Росатому дал положительные заключения, а в ответах мне Росатом все время пишет одно. В районе там где-то пятого года они провели у себя официальное заседание, собрали там экспертов, я должен был быть там естественно докладчиком, но председатель свящий, такой академик Беляев по-моему был, он в начале заседания заявил следующее, все знакомы с программой Острецов, поэтому давайте доклад время не будем терять, доклад служить не будем, а сразу перейдем к выступлениям оппонентов, естественно оппоненты все были наняты, кроме Андрея Гавердовского, который в значительной степени осветил проблему, а все остальные молотили сущую ерунду, и вот Росатом продолжает на это ссылаться, хотя после этого огромное количество было экспертиз и совещаний, и все поддерживали эту программу, но после того, как выяснилось, что она военные приложения обнуляют авианосный флот штатов, американцы дали контракт, сразу начали работать, то с этого момента все абсолютно запрещено, мой институт, где я был замдиректор, единственный институт в Росатоме, который занимался делом, меня уволили, институт закрыли, продали, и там сейчас находится арт-отель Москва, на улице космонавта Волкова, любой может посмотреть, съездит туда, правда, наверное, в мой кабинет не пустят, потому что там люкс-номер теперь находится, вот прямой простой ответ, единственный институт, который занимался делом, Росатом, его закрыл и продал и устроил там отель, что говорить-то? То есть, это политическое решение, то есть, вам не дают сейчас эту теорию реализовать? По одной простой причине, потому что она ликвидирует на начальном этапе элитарность государства, а с этого, как только элитарность государства будет ликвидирована, посыпется дальше любая элитарность. Ну, нужен вам Абрамович очень сильно, чтобы он на 500-метровой яхте плавал, я всегда всех спрашиваю, кому это очень надо? Да, вот тут какая-то такая вот неувязка такая логическая, людям трудно понять. Я тысячный раз уже повторяю, как только у них отключат свет, они в раз все поймут. Это было много раз, когда Людовику 16-му башку на гилетине отрубили, когда в 17-м году у нас царю, а потом Керенскому под зад ногой дали. Подавляющее большинство людей надо создать такие условия, чтобы они на улицу выскочили. А власть, не будет принимать решения, то вся эта злоба человеческая будет направлена на них. А если по власти были с головой, они начали бы менять ситуацию, чтобы этот процесс был максимально безболезненным. А если будут тянуть, он будет просто ужасным. Тут логически трудно на бытовом уровне связать этот основной принцип, о котором вы говорите, связанный с энергетикой, с тем, что хлеба нету, например, или продукты плохие. Как-то трудно связать логически, потому что кажется или с энергией все в порядке может быть, а продукты просто люди плохие. Ну, у вас в квартире туалет отключится, потому что дерьмо не смогут откачивать по трубам по Москве. Вы что будете делать? Уж не говоря о свете. Туалет у вас отключится. И во всем доме, и во всей Москве. Что будет? отключат не потому, что с энергией что-то не так, а потому, что хозяйственники такие дряные. ерунда. Потому что электричество не будет, и насосы не будут работать. Какие хозяйственники? Ну, в 17-м году, когда революция... В 17-м году там еще не было таких систем, и население было гораздо меньше. Поэтому все ограничивалось, я же еще помню эти времена, все ограничивалось этими, как их называли, не знаю, как они официально, но в народе назывались говновозы. Огромные бочки приезжали, из выгребных ям откачивали, они их увозили, потому что общей системы канализационной не было. И на земле это жило меньше миллиарда человек, я не помню, во время войны сколько там было, вообще гораздо меньше, а сейчас сколько? Сейчас есть города там по 20-40 миллионов человек, и отключить там что будет? Что будет? Хотите дождаться этого момента, чтобы понять? Или постараюсь понять чуть пораньше? Да я понимаю. Вопрос на сообразительность. Интересная ситуация, интересная. Да куда интереснее. А энергетический кризис все сильнее и сильнее, веерные отключения в Европе уже начались. Вот эту статью, которую вы последнее говорите, написали сейчас, она где сейчас выходит, Игорь Николаевич? Ну, я не помню, завтра мне сообщат, будет ее писать. И когда, я тогда скажу, а так я ее максимально разослал, я Путину ее направил с тем, чтобы передали на экспертизу в Росатом и в Академию наук. Независимо от этого и в Росатом направил и в Академию наук тоже. Более того, я же там многих академиков знаю, они со мной работали. Вот я Эдику Волкову направил с просьбой, чтобы он представил. Он как академик просто имеет право без всяких экспертиз представить ее к публикации в любом журнале. Не знаю, сделает он это или нет. Пока мне его секретарш по телефону сказал, что он в отпуске. А я просто его видел последний раз на похоронах своего бывшего директора Филипова Геннадия Алексеевич. Он у нас был директором в институте. Да, мы я с Эдиком переговорил, вот сейчас я ему статью направил, посмотрю, решится он это сделать или нет. А Путину я направил всем, чтобы он дал поручение провести официальную экспертизу. И я прошу, чтобы все люди писали такие письма. Пускай меня за... Если я не прав, а ситуация ухудшается катастрофическо, пускай мне на официальном уровне заткнут глотку. А там есть компетентные на таком уровне специалисты, которые могут дискутировать и которые могут сказать правы или не правы. Они обязаны, они являются академиками. И если они находятся в отделении энергетики, они обязаны уметь обсуждать такие вещи. Что он придет на официальное заседание и скажет, что я в этом в ядерной энергетике ничего не понимаю. Да, да. Как мы после этого... И если это будет в прямом эфире, как люди отреагируют? Скажут, гнать его чертовой матери из академии, если он ничего не понимает. Поэтому он будет пытаться какие-то аргументы высказывать. А я буду свои, люди посмотрят на это. Будет официальное просто обсуждение, что-то непонятно. Все проще, парни репы. Ну, мы чем можем помочь, Игорь Николаевич? А я еще раз сказал, как можно больше писем в администрацию, в Росатом и в Академию наук, потому что официально Курчатовский институт нас поддерживает. Такое заключение есть. И в статье я цитату из заключения Росатома привел. Наташа, ты можешь? Водни Росатома? Мы уже отдавали один раз. Мы уже один раз сдавали такой адрес несколько раз, да? Чтобы люди писали и люди писали, да. А там читают эти письма? Где? Там, народ пишет. Они обязаны тому, кто написал, ответить. Мне вот мои письма всегда присылают. ответы, но они совершенно идиотские. Я сказал о том, что они ссылаются на семинар пятого года, где мне просто не дали слова. Понятно. Но это можно сделать в закрытом помещении. А если обсуждение будет публичным, этого не удастся сделать. Потому что люди сразу поймут, кто прав, а кто не прав. А есть какая-то группа ваших коллег в мире, которые вас понимают и могут совместно письмо написать? Именно физики. Что значит совместно? У меня были люди Богомолов, Волков, Масяш, их всех убили. Я вот в частности, почему в академики не пошел. Если я своего уровня говорю, то особо не трогают. что-то что-то вот это а вот все открыл. Это мне кто-то позвонил. Понятно, там писк был, да. поэтому ситуация крайне простая. Надо заставить власти провести как можно быстрее это совещание. Опять звонит. говорю, занят, а он мне звонит все равно. Мировой разум помочь хочет. Я уже готовлюсь к вашему приходу, выставку готовлю, чтобы вы были в таком... Спасибо, спасибо. Иглотерапию будем вам делать, чтобы сохранить ваше здоровье для человечества. Ой, осточертело мне уже. Каждый вечер с трудом приходится таблетку принимать и засыпаю только в районе двух часов. Каждый вечер это мучение, с щекотанием в горле. Ужас. А если бы работа шла, была бы хоть настоящая медицина. А сейчас урывками там предложений масса, но пока результата особого нет. в Китай происходит. Там вроде бы вы собирались в Китай поехать или они должны были пригласить или что-то там происходит. Или они пока ждут, что там происходит. Где? В Китай вроде вас хотели пригласить, чтобы вы там развернули. пригласили, но меня обманули, сказали, что вопрос с финансированием решен, и мы запатентовали вот этот никель. А после этого сказали, который все это организовал, сказал, да вот тянут, а я плохо себя чувствую, и ушел в сторону. что это означает, я не знаю. Вот дела-то, а? Понятно, понятно. А давайте так мы сделаем. Вы приезжайте ко мне, мы проведем 3-4 процедуры иглотерапии, наладим немножко, если это рефлюкс, наладим, чтобы не было рефлюкса. Если это грибок какой-то, или вас подотравили там где-то там. Вы же чернобылец, вы же перенесли большую нагрузку. могло быть все что угодно. Давайте несколько процедур сделаем иглотерапию, и там видно будет. Давайте попробуем сейчас. Ну, вот завтра я в больницу съезжу, а потом нас будем на связи. Да, хорошо. Подскочим. Давайте вот скажите конкретно, пожалуйста, куда написать письмо. Наташа знает, куда написать. Я сказал Путину открывайте письмо Путину. Там все написано, я постоянно туда пишу. Письмо в Росатом. Письмо в Академию наук. Наташа, ты знаешь, куда писать? Ну, хорошо, мы уже размещали это письмо и куда писать. Один подписчик написал или несколько и брали тогда у него интервью. Вы делали совместно, но совместно делали. Просто я на эти письма так мало рассчитываю, потому что главой администрации президентской надо делать, конечно, Наталью. Да, она белорусский партизан. Дело в том, что подписчики часто под видео оставляют комментарии, что бессмысленно писать наверх. Но это нанятое. Да, но как? Потому что и Росатом, и Академия нанимает таких подписчиков, они пишут. Боты такие, да? Везде заплатил какие-то деньги, человек сделает, что его просит. А мы просим людей без денег, чтобы они написали. И замечательно то, что такие люди находятся. Да, есть, есть, от нас тоже много написали, но... И чем тяжелее будет ситуация становиться, тем больше таких людей будет. можно я пошучу? Конечно. Я как врач раньше занимался 50 лет клиническим гипнозом, экспериментальным гипнозом, изучал, как мозг работает. Я хотел пошутить, может их всех загипнотизировать и дать им внушение, чтобы они быстрее совещание вам организовали. Это шутка, шутка. Они не станут гипнотизироваться, потому что они единственное на что реагируют, только на деньги. А на гипноз они не реагируют. Это шутка, да. Если бы им заплатили больше, оппоненты, тогда бы они стали делать другое. Вот оно как. Вот оно как. Значит, надо с одной стороны подумать. Спасибо, Игорь Николаевич. Я вас жду в гости. Да, так что я вас жду. Руки у меня готовы к тому, чтобы сделать процедуры. Рецепт я приготовил, так что на высочайшем уровне я сделаю. Так что я вас жду, Игорь Николаевич. Спасибо, спасибо. Обнимаю вас, сердечко. Взаимно, взаимно. До встречи. А белорусский партизан, который у нас сидит здесь, поможет нам организовать опять эти письма? Да, этот белорусский партизан все может. Хорошо, что у нее книжку взяли. Говорят, вы тоже поддержали эту обложку ее книжки, да? Да, да, хорошая. Да, замечательно. Спасибо. там она в детстве изображена. На обложке, да, похоже, да. Спасибо, Игорь Николаевич, обнимаю. Ага, ну, счастливо. До встречи. До свидания. Редактор субтитров.